здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко а сегодня мы поговорим на спортивную тему и я бы даже сказал более чем спортивную тему тем более что у нас гостях сергей агаджанян который уже был здесь у нас в студии и наверняка вы помните у нас что-то тут с грелкой было в общем обо всем поговорим по порядку прежде всего хочу представить все возможные регалии нашего сегодняшнего гостя доверенное лицо общероссийского общественного движения ветерана россии председатель региональной общественной организации rosmo sport московской области атлет богатырского движения сильнейшая нация мира и рекордсмен россии мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам насколько понимаю 10 рекордов дал вас официально зарегистрировано здравствуйте сергей вот за то время которое прошло с нашей первой встречи многое уже изменилось время летит быстро и вот появилось новое такое название у вас или звание даже не знаю атлет богатырского движения сильнейшая нация мира что это такое это общественная должна скажем так которые очень дорожу за годы которые я работаю скажем так в экстриме в целом это без малого пять лет могу сказать что были разные перипетии я имел опыт работы с федерациями профильными и со звездами стронга и я даже не думал что когда-то общественники злюберец который занимался развитием спорта на дворовых площадках называется для себя и для себя под комитетом вместе мы делали много инициатив ну что я выйду на какой-то уровень конечно очень приятно что в зрелом возрасте мне сегодня 45 лет после 40 я уже начал на старости лет делать какие-то акции о которых мы говорим уже как о рекордах профессиональных рекордах вместе с профессионалами все по-настоящему на самом высоком уровне и которые моему удивлению показывали по всему миру до недавнего времени даже после отмена сего русского я могу сказать что 19 мая был рекорд казани когда тянул три вертолета все равно сюжет вышел на евроньюз в рубрике без комментариев ну хоть без комментариев но вышел правильно вот хотя с одной стороны главное что было написано кто а какие там комментарии вы знаете я был удивлен а основном французы во франции уже не первого заходят мои ролики восторженные комментарии сказали что эти люди могут все три вертолета вы давайте сразу же так сказать попав поступлению вашей информации сейчас вернемся к названию к движению три вертолета это какие вертолеты сколько они весят и как это вообще когда возможно скажу вам что ранее я посоветовавшись с профессионалами так предложил данный рекорд акцию дню победы приурочено очередному мы долго думали кто-то сырой не воспринял укрыт как ты будешь срывать три вертолета даже дело не в весе вертолетов а в том что вид транспорта очень вязкий мы как-то с вами беседовали в на эту тему да и тут если говорить о конфигурации тоже по безопасности как их расставить так чтобы они друг друга не цепляли и дать этот вопрос стал корневым я когда приехал за неделю десять дней на своем предприятии я очень измотался измучился на самих тренировках большая все время пытаются совершили разную скорость по безопасности не стоит на таком расстоянии что надо выбрать идеально ровную площадку чтобы не мешали потому что первым шоу у нас вертолет легендарный ми-8 в броне он был потяжелее почти 9 тонн и по 6 и по три триста шесть шестьсот два ансат общий вес у ансатов скоро совсем другая они были на платформах они тормозили как якоря я даже порвал плечо левое после тренировок до крови да и на самом рекорде очень понравилось зарубежно смеи китайскими и кстати в азии транслировали когда я снимаю две футболки у меня вот сочится кровь что все по-настоящему ночь да да русскому по нашему да там несмотря на фамилию ага джаня ну все равно все это по скажем по богатырска раша 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 добра русский хорошо но это вертолет вертолет это все-таки вы нашли эту точку где можно можно было реально можно сорвать потому что тоже вот я срываю первый вертолет так в натяжении допустим если они находятся максимальном невозможно потому что любые кочки все-таки взлет вертикальный у вертолетов это немножко отличается взлетов взлетно-посадочная полоса от самолетов конечно надо было выбирать идеально там практически до дюймов чтобы двинуть синхронно но поскольку мне было три попытки все что мы выбирали предварительно она все пошло на спарку когда пришли ваши коллеги которым все интересно да все изучает не вышло с первой попытки а почему было три попытки это и так было бы рекордом если я смещаю и сдвигаю три вертолета является уже да уже ровным рекордом но у меня есть такая фишка тоже обязательно моя подпись визитная карточка лопнуть грелку и вот эта фишка не понравилась моим коллегам они сказали не надо валять дурака ты сдвинул уже там да сколько три четыре метра нет я будем идти до конца из 3 попытки все-таки лопнул грелку эту температуру могу сказать для мая была крайне низкая 8-7 градусов тепла и шел дождь я падал первые две попытки поэтому было все драматично по экстремальному по нашему ну я должен сказать что конечно тут мы уже говорили и в той программе зачем и почему это происходит то есть найдете я думаю что если захотите освежить в памяти но вернемся к богатырскому движению до сильнейшая нация мира вот вы теперь получается общественный деятель таким образом вернее вы и были общественным деятелем расширяется ряда ярко выражена общественным деятели которые если относиться к богатырству всех его проявлениях действительно такая платформа которая вмещает себя федерации связанные с со всеми возможным проявления дух силы духа и силы воли это может быть и моржевание потому что маржи тоже является в своем роде представлением силы духа и закаленности до человека этому может быть и федерация самбу вчера вот у нас на пресс-конференции которую мы давали здесь триумфе присутствовал представители федерации самбу городского урка люберцы виктор худяков и мы тоже беседовали эту тему и это вот воспитание патриотической молодежи в духе богатырства тут такая платформа и да тут еще добавляется что сейчас хотят вручение президента опять же вспоминать героев были ных сказаний всевозможных военачальников и так далее то есть вы как раз в этом направлении но вернемся еще к тому что вы рекордсмен россии мира мы естественно еще пригласили сергея потому что впереди много всего задуманного об этом мы тоже поговорим во второй части как бы о планах да что планируется потому что это особая такая история когда человек продумывает почему-то не один вертолет а 3 до именно вот так еще плюс грелка то есть это какая-то такая вот но это даже не нагрузка уже как что такое нереально и по десяти рекордам как вообще эти рекорды сейчас фиксируется и куда-то они заносятся быть куда вы как вы вот вы говорите что и азия и европа следят за вами да где мы как понять что вы находитесь в какой-то вот когорте таких вот но людей мягко говоря крепких по-нашему богатырей и наверное есть люди в других странах с которыми вы как-то соревнуетесь потому что забегая вперед речь даже идет о том что может быть у нас здесь будет какой-то кубок мира мы второй части поговорим такой где можно найти что это за реестр до вопрос своевременной могу сказать что на том этапе когда находится развитие силах и до спорта и стронг богатырство это все рядышком находится всегда была конечно конкуренция здоровый слава богу конкуренция могу сказать что ряд моих рекордов регистрировала общественная физкультурная организация и уже крайний рекорд о чем я говорил вам не так давно это рекорд который сделал нижнем новгороде и отбуксировал состав весом 134 тонны на более чем 30 метров надувая грелки это самый сложный рекорд и самый мощный я сделал с богатырским движением сильнейшей нации я не просто стал участником и членом этой организации эта организация которая своевременно скажем так в нынешних реалиях поняла суть времени это организация которую поддержал президент нашей страны как раз проекты создан для того чтобы и осили осили русской богаты совершенно верно и избегать санкции потому что на этой платформе мы можем сделать любой международный турнир мы можем иметь свой реестр рекордов независимо от книги рекордов гиннесса мало кто знает что это всего лишь общественная организация очень хорошо раскрученная как ну да да регистрируют сейчас кстати они довольно они вообще не работают с нами уже не один год это у них находится штаб-квартира в британии они просто раньше принимали материалы за хорошие деньги очень большие они давно уже не занимаются ну да поэтому у нас будет как бы совершенно верно у нас есть же книга рекордов россии который могу сразу сказать имеет соглашение сильнейшей нации мира а взаимном признание рекордов то есть автоматически так там их тоже можно будет найти взаимное признание о том что они не вносят приестра иногда по согласованию вносят но поскольку и участвуют эксперты нашей организации они говорят о том что они им доверяют потому что проект у нас международный хорошо но мы еще о нем поговорим секундочку я делаю есть 3 если загуглите посмотреть вот этот крайний рекорд как раз чем я и дорожу он будет на сайте сильнейшего цемера проекта которую поддержал президент все идет согласовано официально там будет шриход и и ку-ку то есть все можно было можно просто вывести на телефон посмотреть результат и как я это делал вот давайте мы об этом рекорде вот в финале нашей первой части поговорим железнодорожный состав это я так понимаю или точнее электроподвижной состава где это было еще значит нижний новгород это метро метро нижняя нижегородская нижегородская станция пролетарская да так и как это было ночью что ли вы или когда но рекорд опять-таки амбициозно как вы правильно сказали нужно продумать сумасшедшие изначально когда с коллегами общаешься ну ты сможешь ну а пробуй были тренировки в том числе на площадке большое спасибо нижегородскому метрополитену правительству нижнего новгорода и спорт министерство спорта спорткомитета который присутствовал они регулярно присутствовали на тренировках их было две предварительно в два часа ночи представьте себе надо время отключения и мы где-то час-полтора я старался там двигать вагон состав примеряя на себя примеряя на себя вот эти тяжести как они пойдут пойдут ли вообще но вот все-таки не могу не спросить зачем это уже понятно а как вот одно дело ну даже нам трудно кажется представить но предположим один вагон как это все происходит как как вы понимаете что получится что не получит как вообще к вам эта идея приходит вам ее кто-то подсказал или вы сами приняли такое решение поехали как вы привязываетесь что происходит с вашим телом как ну мы общались с вами и в предыдущий раз естественно это уже идет на профессиональном уровне хотя не называют общественникам любителем да я любитель спорта но профессиональный любитель можно просто не любитель но если выбрать трюки и уникальные силовые достижения я уже не являюсь любителем потому что у меня есть оснащение есть спонсоры которые помогают это местная компания могу если разрешить озвучить кухонный двор очень благодарю велком телекоммуникационная компания и администрация городского круга люберца и спорткомитет который меня поддерживает естественно без этой поддержки я бы ничего вы не сделал свою профессию придумали безусловно казаку являюсь инженером техникам скажу так изначально или я обязательно совещаю с техническими специалистами рассмотрим насколько идеально станция по скажем так параметром по возможностям чтобы это все получилось я также совещая с тренерским составом какие у меня антропологические данные что мне позволит сделать знаю мою физическую скажем так актуальную форму все это рассчитывается очень четко и точно первые прикидки идут на первые же тренировки а потом же вы должны потом уже смотрим что я максимально могу сделать я бы мог перетянуть и больший состав просто не получилось сделать московском метрополитене по техническим причинам московский метрополитен отказался хотя началось все это еще два года назад и первые тренировки были в москве ну может еще согласиться претворение уже не интересно а там состава в нижнем поменьше там всего лишь четыре вагона весом сто три четыре тонна если было бы еще два вагона а то и 8 я бы их тоже потянул потому что тот результат который показал эти 30 метров хотя есть инерция естественно у электроподвижного состава но есть также главное сорвать конечно как любой подвижной состав то электроподвижной но есть особенности метро есть стыки при заходе на стрелку на станции очень много стыков а немножко тормозят давайте вот здесь сейчас делаем паузу и вернемся к рассказу от него уже пойдем к новым рекордам сергей гаджанян у нас здесь в студии атлет богатырского движения сильнейшая нация мира ну и как вы понимаете человек который занимается общественной работой и можно сказать что придумал свою собственную спортивную профессию обо всем этом мы еще поговорим во второй части программы напомню что эта программа открытый диалог сергей гаджанян у нас в студии и мы остановились на том что четыре составе четыре вагона тренировки инерция существует то есть главное сорвать сдернуть и вроде как дело пошло но стыки мешают притормаживают и так далее но все-таки вопрос как какой частью тела или какими частями тела или вообще как как распределяется это мышечная нагрузка я уж не знаю как наверное врачи лучше знают чтобы вы как вы ощущаете не знаю спиной ощущаете что вот сейчас у вас там правая пара пошла как это совершенно верно вы вот по ощущениям передали практически точно со временем человека который занимается буксировками постановками таких трюков которые являются рекордными многим коллегам моим не нравится слово трюк потому что они ищут подвох это не фокус это не фокус почему относится к трюковой программе потому что опять таки своих рекордах я совмещаю элементы сценического экстрима это разрушение предметов или это спортивного экстрима это буксировка транспорта данном случае когда идет натяжение я естественно как вот правильно говорить чувствую так как спиной а что вы награды веселом по самому как всем телом я чувствую когда снимаю идут идет съем за счет ног как выбрать это все зависит как на даже ландшафта точку какой-то это поскольку есть особенность еще одна в нахождении атлета по путям потому что в метрополитане есть вы знаете вот видели на ямка углубление безопасности от из полтора если что можно прилечь и состав пройдет над вами да да вот эта ямка она тоже создает дополнительные скажем сложности я нахожусь уже не лежа не не лежа наоборот а нахожусь чуть выше отношении к вагону и он у меня на плечах и потому что когда атлет буксирует любой транспорт если кто-то посмотрит мероприятие по стронгмену обычно мы стараемся находиться и мои коллеги чуть пониже и горизонтально проще срывать и двигаться ну да совершенно верно в данном случае идет минимальная нагрузка на спину на ноги и это правильное движение в моем случае поскольку трюковая программа не даст сделать это вот в горизонтальном положении я нахожусь уже ниже угол уже будет 30 градусов то есть немножечко наклоне идет нагрузка колоссально на спину и также я не использую лестниц то есть меня точки опоры нет вот есть бетонный пол с мастикой это самое сложное это сорвать нагрузка большая идет на голеностоп поэтому использую специализированную обувь ну в данном случае еще помогает руки при срыве когда я держусь за рельсы естественно вот это все вместе синхронно отработано правильно без суеты дает хороший результат какие ощущения когда этот звук начинается там движение ну звук начали его любого подвижного состава это он снимает с тормозных колодок состав только в этот момент кстати очень важно это тоже немаловажно поймать момент когда он только снялся потому что потом будет сложнее состав вроде бы как выходит из такого вы как бы договаривались равновеса станет совершенно верно есть физика никуда от физики не уйти если я ощущаю момент когда нужно после снятия скалок сорвать именно там буквально доли секунд идет все и элементарно легко только атлет не угадал все надо прилагать больше усилия тоже возможно но этот рекорд состоялся состоялся и теперь давайте поговорим о том что вот ваша организация сильнейшая нация мира вы сказали что теперь можно и кубок и и российский делать и кубок международный на той самой разные соревнования я так понимаю что как бы сейчас две таких составляющих подготовить такое соревнование поучаствовать подготовки и самому вы вот мы говорили сейчас о составе до а вертолетах это о перед скажем так о буксе буксировки почти транспортировки можно сказать в этой многотонной техники а вас есть еще система разрушений вот что-то вы там запланировали насколько мне известно вот расскажите да что касается мероприятий которые мы планируем я тоже коснусь давайте мы планируем с моими коллегами сделать впервые в истории россии силах вида спорта провести чемпионат среди любителей по стронгмену а их много вообще до спортсменов ну вот я имею в россии в россии нос как расценивать конечно они не очень много скажем так любители дак любители любители достаточное количество для того чтобы проводить чем правда тогда конечно тем более мы ожидаем присутствие не менее 10-15 стран что даст считать нам возможным международным турнир плюс у нас будет признание федерации стронгмена международной тоже это статус придает международный турниру и мало того мы будем со своим гимном и флагом то есть что немало важно до нынешних реалиях и очень важно для нас знаково а что вы готовите к этому турниру к этому турниру я уже как один из организаторов функционеров я могу готовить только площадку а только площадку площадку что уникальное достижение и участие не принимаю если брать дисциплины которые могут быть стронгмени они могут быть разнообразными если вы говорить про стронгмени как состязательная дисциплина там их может быть основных 5-6 это перенос допустим чемодана фермера это чемоданчики такие по 140 150 килограмм почему чемодан фермера ну потому что вот такой сленг был до что фермер носит вот эти чемоданы коромысла это в большой коромысла который нам на плечах вес может достигать до 400 килограмм но я думаю что у любителей он будет гораздо меньше и так для антуражности да 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 какой какой вес бывает это поднятие бревна богатырского скажем если представить тяжелой атлетикой сравнить в параллели когда провести это вот можно сказать и рывок на грубо скажу до штанги понят на собой на количество обычные принимает атлеты бревно от ручки на в таком положении и еще ряд дисциплин в том числе буксировка моя любимая скажу так для того чтобы популяризировать спорт во всех его проявлениях я изучил как общественник два движения профессионально так это буксировка так спортивном сегменте и перетягивая на себя сидя на себя называется arm over arm держась то есть подтягивать автомобиль совершенно верно к себе вот один из рекордов кстати многие забывают сми у меня был и широко транслировался вашими коллегами возле администрации городского круга люберса вместе с владимиром петровичем ружицким где тянул на себя эвакуатор весом более 40 тонн довольно таки успешно но там же надо тоже вот тут интересный момент что проще все таки спиной или движение арм и ура жила очень травмоопасно и очень сложная она сможет я естественно тренировался и готовился не один день хотя в буксировках я скажем больше ас если брать уже турниры состязательные то в силу своего возраста как говорили мои коллеги профессионалы но можем сергей просто потерять как они выиграли он выиграет буксировки условно своих движениях до которые я делаю лучше всего но у других все-таки функционально я не готов участвовать я их и не осваивал на том уровне я просто оставил те элементы сценического экстрима разрушения и спортивного которые мне необходимы как популяризатору спорта для постановки очень сложных но понятно да то есть я сразу за все это свой сегмент да совершенно это не значит что самый сильный атлет или какой-то спортсмену возьмется за то чем занимаюсь я и он это сделает вот прям на раз-два не факт вообще хорошо но теперь давайте поговорим еще такое слово разрушение да на дороге так немножко пугающее но это тоже элемент вот такого экспорт экстремального до вида спорта и насколько я понимаю вы готовите какой-то очень интересный проект назовем так по разрушению на будущий год про это можно назвать акциям это будет мировым рекордом по сценическому экстриму сразу хотел бы сказать что это не является видом спорта пока что сценический да да пока что хотя в нынешних реалиях возможно все но это является очень сильным элементом показательных выступлений где показывают богатырскую удаль и сноровку и в данном случае я могу сказать что журналисты многие называют не русский халк особенно зарубежная они как раз берут за основу вот именно разрушения ну да да как ломать не строить потому что атлет тянет большой состав еще лопает грелка не что смотрится немыслимо даже за все равно получается даже при буксировке у вас есть элемент совершения совершенно верно с точки зрения даже профессионалов надо тоже они в этот экстрим в экстриме в данном случае я могу сказать что я коллега люберчанином сергей чуприной так который является также рекордсменом по силовым рекордам мы в честь столетия спортивной отрасли который будет отмечать следующем году постараемся разрушить не менее ста предметов из пяти наименований могу их назвать давайте это мои любимые уже которые знают все грелки сковородки в этих двух опциях у меня два мировых рекорда по грелкам не нужно даже со сковородкой сделать скручивать их скручивать право сковородки не надо критикует не чугунные алюминиевый штампун но все равно я вам скажу честно нагрузка тоже идет колоссально особенно суставы а если таких сковородок десятки это неимоверно сложно ну что сергей я во первых будем ждать летнего вашего вот этого ну во первых выступления во вторых кубка я думаю что как только у вас там будет уже что-то понятно приходите к нам еще поговорим уже об организации вот тем более что там интересно какая будет программа кто там у вас зарегистрируется и так далее вам же желаем по-прежнему вот не останавливаться нами но я прекрасно понимаешь остановиться наверное очень сложно все время на попытки какие-то что-то придумать что-то удивить прежде всего себя наверно потом окружающих желаем вам удачи и ждем новых рекордов тем более что за вами телевидение следит и не только телевидение мои коллеги даже самые самые и там и за рубежом тоже несмотря ни на что поэтому желаю вам удачи напомню что в студии у нас сегодня был сергей агаджанян доверенное лицо общероссийского общественного движения ветерана россии председатель региональной общественной организации росмол спорт московской области рекордсмента россии и мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам 10 рекордов официально зарегистрированных ну и вот новое такое звание я бы сказал атлет богатырского движения сильнейшая нация мира спасибо вам большое вам успехов это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания а